Несмотря на то, что циклон покидает Дальний Восток, дожди все же будут. Местами не исключены грозовые ливни. Температура днем в пределах 25-30 градусов. Еще один пасмурный вихрь пришел в Забайкальский край Бурятия. Он здесь необходим. Поможет пожарным справиться с лесными пожарами. В Якутске днем 27, в Чите чуть выше 30. Сильные ливни с грозами и градом прогнозируются и в Сибири, точнее на юге Красноярского края и в Хакасии. Значение на южной стороне достигают 30 градусов и на севере аномально тепло. Теплее, чем на Урале и на европейской территории. В Норильске плюс 25 и при этом еще и солнечно. А это опасно. Почва в этих районах к такому теплому настроению погоды не готова, учитывая, что она формировалась в вечной мерзлоте. Ей бы и такую погоду, как на границе Азии и Европы. Урал в прохладной зоне. Завтра температура 17-20 градусов и повсеместно небольшие осадки. И только в Оренбурге солнечные плюс 26. Мода на прохладу идет со стороны европейской территории. Активный вихрь принесет свежесть и полный пасмурный набор. Дождь, даже ливень, гроза, шквалистый ветер от Смоленска до Иванова плюс 20-25. В Черноземье днем до 27 и дожди менее заметны также и в Поволжье. На севере заметные изменения произойдут в Мурманской области. Ветер повернет на северный и температура заметно понизится. От 28 градусов останется только 18. На юге атмосферное давление растет. Солнце здесь гораздо больше, чем на остальной территории. И днем плюс 30-35. Но в столицах такие значения мы если увидим, то только следующим летом неделя точно будет прохладная. В Санкт-Петербурге днем всего 21 градус тепла и традиционно небольшой дождь. В Москве также местами дожди и днем плюс 21. Здравствуйте. О погоде на понедельник расскажу я, Татьяна Ермилова. На европейской территории России продолжает свою революционную деятельность западный циклон. На северо-западе и в центре от жаркого июля ничего не останется. Температура уже недалека от плюс 20 и везде возможны дожди, местами сильные, с грозами и очень резким ветром. На Кольском полуострове потянет осенью в Мурманске завтра плюс 17. Через сутки всего 13 и дожди. В Черноземье и на Средней Волге пока тепло под 30, но и там дождей прибавится, а тепло будет уходить. Те же тенденции и на юге. В Краснодаре завтра плюс 35, через сутки 31. В Симферополе пока плюс 32, во вторник 28. В Крыму, на Дону и на Кавказе возможны дожди с грозами. Но в большинстве районов погода солнечная. В Санкт-Петербурге завтра 22-24, ночью без осадков, днем дождь в Москве. Дожди сильные, ветер северный, порывистый 20-22. Здравствуйте, с вами Наталья Зотова. На Дальнем Востоке один циклон еще прольет не сильные дожди на юге. И днем здесь около 25. Другой принесет спасительные дожди на юг Якутии, север Бурятии и Забайкалье. В Якутске 27, в Улан-Удэ и в Чите около 30. В Сибири ливни с грозами, шквалистым ветром и градом переместятся на юг Красноярского края, в Хакасию и в Тыву. И пока здесь 27-33, в Иркутске около 30 и без осадков. На Урале еще дождливо и прохладно, в Екатеринбурге 17. На европейской части новый активный циклон принесет грозовые ливни и резкий прохладный ветер на северо-запад и в среднюю полосу. И здесь уже никакой жары. В Скове 20, в Твери 21, посвежеет и в Черноземье. На юге дожди возможны в Придонье и в Приазовье, но солнечно и до 35. В Сочи до 30, в Севастополе 33. В Петербурге кратковременные дожди 20-22. В Москве столько же дожди сильные с порывистым ветром.